Я сегодня продолжаю рассказывать про слова и хочу начать с русского слова «конкуренция». Обычно мы воспринимаем это слово каким образом? Сразу негативным, мы представляем его противостояние, соперничество с кем-то, конкуренция, жесткие какие-то отношения, конкуренция. Откуда взялось это слово «конкуренция», что оно означает, какая у него этимология? Потому что вы понимаете, что на ция, если что-то заканчивается, то явно слово не русского происхождения, скорее всего, это латынь, это латынь, конкуренция. Мы начнем с вами с глагола «correre». Глагол «correre» – бежать, бегать. Допустим, «они матино и о корро куи, вещину оказа». «Каждый день я бегаю здесь рядом с домом». То есть мы оттолкнемся от глагола «correre», потому что это именно тот глагол, от которого происходит слово «конкуренция». Что такое «конкуренция»? Это глагол «correre», как мы узнаем, понимали, что именно от него это происходит слово, с приставкой «conne». «Conne», как вы понимаете, означает «se», с кем-то бежать, «concorrere», с кем-то бежать. И «конкуренция», «concorrencia» происходит как раз от слова «correre», существительное плюс «con». То есть «concorrencia», «конкуренция» – это дословно бежать с кем-то, бежать вместе. Это не противостояние, не против кого-то, а бежать вместе. Мне кажется, это очень здорово, что есть вот такая этимология, и мы можем на конкуренцию посмотреть по другим углам. Потому что, естественно, мы можем стоять на конкуренцию, как на противостояние, что мы должны чему-то там противиться, должны чему-то противостоять. Но, если посмотреть на этимологию, мы увидим, что конкуренция на самом деле подталкивает нас идти вместе. И вместе, как мы знаем, можем добиться больших результатов, чем поодиночке. Мы все знаем, что если есть конкуренция, то будет все развиваться, будут цены ниже становиться, качество продукта выше становиться. То есть не будет монополий, не будет этой вот стагнации, не будет никакого болотца и застоя, и мертвой воды. А будет наоборот, во-первых, это глагол «correre» – бежать, который показывает на движение постоянное, а во-вторых, он показывает, что мы бежим не сами по себе, мы бежим с кем-то. Поэтому предлагаю на слово «конкуренция» смотреть очень оптимистично и так очень плодотворно. Потому что мы понимаем, что если мы будем двигаться вместе, то вместе мы можем дойти до больших таких целей, добиться большего. И еще одно слово, это последнее у меня из нашего альбома «По словам», где я начинала рассказывать вам о соли и заканчиваю про конкуренцию, про то, что на самом деле это слово такое с позитивным контекстом. Про слово «конкурс», «конкорсо», потому что «корсо» – это причастие от глагола «correre», естественно, да, и «конкорсо» тоже «конкурс», может быть, мы можем его воспринимать как слово такое более, то есть что негативное, с негативным таким оттенком, что вызывает у нас негативные эмоции, но на самом деле «конкорсо» – это конкурс, опять с кем-то мы находимся, с кем-то мы, да, бежим, с кем-то мы себя сопоставляем, не говорю, что сравниваем, потому что тоже это не очень, наверное, хорошо, а сопоставляем и понимаем, что вот я могу это, я такой вот уникальный человек, и я с кем-то бегу, с кем-то нахожусь, потому что мне кажется, в принципе, философия нашей жизни, что мы с кем-то постоянно куда-то бежим, находимся вместе и должны вместе взаимодействовать, поэтому если вам попалось какое-то слово, у вас есть свободная минуточка, то добро пожаловать в мир этимологии, в мир семантики, мир слов, и вы увидите, что за каждым словом скрывается очень интересная история, что каждое слово готово нам поведать о чем-то невероятном, о чем-то очень интересным, и вот так вот, мне кажется, даже очень будет интересно какое-то лингвистическое маленькое исследование себе устраивать время от времени, то есть вы можете сесть, если у вас есть минут десять, я бы даже провела такую аналогию, как, не знаю, с ютубом, наверное, или с, не знаю, с тик-током, да, когда смотришь что-то, допустим, на ютубе, и те потом советуют посмотреть какой-то другой ролик, и начинаешь смотреть об одном, а потом заканчиваешь о другом, это тоже самое применительно к словам, вот в моем контексте, потому что ты вроде думаешь так случайно на занятиях, тебе спрашивают, что это за слово, это такое-то слово, а потом сидишь и думаешь, что это за слово, наверное, похоже вот на это слово, да, наверное, у них там один корень, что же назначает, и начинаешь сидеть и копаться, 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 там, если тебя до латыни доводят, там целая история, откуда оно берется, как там оно менялось, поэтому такое вот лингвистическое исследование очень-очень здорово проводить, никогда не стесняйтесь своего любопытства, спрашивайте у преподавателя, что означает какое-либо слово, я уверена, что если сразу не может ответить вам на этот вопрос, например, вот я, например, не могу сразу ответить на этот вопрос, ничего мне в голову не приходит, ничего не вспоминается, я всегда говорю, давайте это узнаем вместе или давайте я вам узнаю, а потом расскажу. На самом деле вот такие вот открытия, такие вопросы, которые ты не ждешь, вопросы, на которые ты сам не задумывался, они приводят к таким интересным приключениям лингвистическим, поэтому узнавайте, спрашивайте, интересуйтесь, это всегда очень здорово. Чао-чао.